Меньше громких слов, больше дела. Девиз, под которым уже несколько лет действует волонтерский отряд на базе одной из школ Нефтекамска. Главная движущая сила и мотиватор отряда Елена Радиковна, с легкой руки которой несколько лет назад и появился такой отряд. Нашлись дети, которые составили костяк нашей команды, в которых в любое время дня и ночи можно обратиться и придут на помощь ветеранам. Волонтеры не просто общаются с ветеранами и собирают всю информацию о их жизни. Они занимаются настоящей поисковой деятельностью. Мы выезжаем на их родину, где они родились, провели большую часть времени. В основном это Краснокамский район, Кармоскалинский район, близлежащие районы северо-запада республики. Совсем недавно ребята съездили в Новый Каинлык, на родину Шарифа Сулейманова, героя Советского Союза. Привели в порядок памятник, провели вахту памяти и посетили дом-музей. В такие поездки отправляются обычно небольшим составом, но активных участников в составе волонтерского отряда больше 50. Поездки позволяют погрузиться в изучаемую тему и понять, чем жил человек. И волонтеры такую возможность не упускают. Мы всегда хотели узнать, где захоронен наш прадед. И благодаря конкурсу мы узнали и сумели найти место захоронения Белгородской области, города Шебекина. На протяжении пяти лет мы узнавали у родственников и близких, сидели в архивах и общались с близкими нашего прадеда. И таких историй десятки. Все они бережно хранятся в школьном музее. Но ни поездки, ни архив истории не способны заменить живого общения со свидетелями тех страшных событий. На таких встречах о военном времени вспоминают с улыбкой на лице. Улыбкой горечи. Что касается военного времени, то она прошла через нашу душу. Нас нам не повезло. Встречи и хотели бы проводить чаще, но ситуация в стране обязывает соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Поэтому ребята в течение года стараются уделять ветеранам войны как можно больше времени и приходить в гости хотя бы раз в месяц. Когда приходят ученики, именно волонтеры, волонтерское движение, они прям такие довольные, радостные. Сразу говорят, у нас даже стимул к жизни, говорит, прям поднимается, говорит, вот жить хочется от того, что с ребятами с такими пообщались. Они, говорит, и песни споют, и стихи расскажут, и поговорят нам, и с ними, говорит, вот прямо молодость свою, говорит, вспоминаем. Мы последние свидетели, последние свидетели нашего поколения, вообще вот ветеранов, с которыми можно пообщаться вживую. Учим песни, вот, чтобы развлекать, учим стихи. Мы готовим какую-нибудь концертную программу, думаем о чем говорить, приготовим им подарки, чтобы им подарить. Они будут очень рады нас принять, там, не знаю, чай нальют нам, повеселимся еще, как друзья становимся, можно сказать. В живых остается все меньше свидетелей той страшной войны, поэтому ребята с удовольствием ходят в гости. Возможно, сейчас они пока не осознают этого, но каждая такая встреча – это бесценное погружение в историю и жизнь героя войны. Так ли иначе, в мае месяце война закончилась, нас командующий Иван Христофорович Багаремян направил на штурм в Кензберге, но получилось так, что мы 40 километров не доехали в город Кранц на берегу Балтийского моря, мы там остановились. И так закончились мои военные действия. А незадолго до монтажа этого фильма Фарид Нуре Ахметович Бигбулатов в возрасте 95 лет закончил и свой жизненный путь. Знаете, как у Талхиена, мы не можем убрать время и место, в наших силах только решить, что делать с отмеренным временем. Они выбрали защищать родину и свободу тогда, ну а мы будем рядом с ними сейчас. Кто поет по следу одинокому, сильные да смелые, головы сложили в поле в бою.